Отца и Сына и Святого Духа Вопрос, надо сказать, непраздный, потому что на самом деле он касается всех верующих, и все верующие все время слышат о том, что есть такое Царствие Небесное, и больше того, это главная цель нашего с вами богослужения – достичь Царствия Небесного. То есть жить так, чтобы стать жителями Царствия Небесного. А вопрос звучит так – как выглядит Царствие Небесное? Вы-то представляете, как выглядит Царствие Небесное? Я попытался этот вопрос поизучать, и, пойдя в интернет, увидел очень разные картинки, увидел очень разные представления и очень разные мнения о том, что такое Царствие Небесное. Сейчас из того, что я изучил, я вам кое-что расскажу, но у вас, может быть, и другое мнение сложится. Итак, во-первых, давайте четко определимся, для кого это Царствие Небесное, потому что у нас с вами есть понимание, что в Него вселяются только те сейчас, кто достиг святости, святости, праведности. Очень разные святости. У нас святость есть, которая достигается очищением сердца, которая достигается делами, которая достигается твоей педагогической деятельностью. То есть у нас есть святители, есть мученики, есть преподобные, есть воины святые. То есть разные виды святости, они дают возможность тем, кто этим путем идет, достичь состояния или заслужить Царствие Небесное. Потому что, ну вот, святые воины, они могут не быть в своем поведении, в состоянии, как преподобные чистыми, могут быть, ну, разного. Но в тот момент, когда этот воин решается отдать свою жизнь за други свои, за родину свою, за веру свою, то он становится святым воином. Ну, при этом я уж извиняюсь, если он воюет за деньги, если он воюет за славу, за награды и все остальное. То есть не думает, что он ради вот того, что действительно дает святость, это делает, то он просто погибает и получает все, что ему полагается погибшему. Там награды, выплаты, льготы и все остальное. Но Царствие Небесное не всем, даже воинам, дается. Это раз. Второе. Те, кто не заслужил Царствие Небесное и есть сомнение, что он может быть жителем Царствия Небесного, по нашим понятиям, по православным впадают в успение, в сон впадают. Ну, хотите, комы это назовите, еще называется забвением, то есть он как бы засыпает во время смерти и не просыпается. До, до Второго пришествия, когда будет суд, и если он через своих потомков встает перед вопросом, можно его поселить в Царствие Небесное или нет, то он воскреснет на суде. Опять же, не все воскреснут. Те, кто сейчас уже идет в ад или живут в ад, у нас есть такое понятие, что те, кто грешат, не каются и не пытаются служить Богу и зарабатывать в Царствие Небесное, те просто уже в аду живут. У них жить уже не радостные, а если и радостные, то они уже все здесь получают. Ты хотел денег, славы, богатства, машину. Ну, на тебе, но ты тогда уж извини, никуда ты больше не попадешь, ты уже все здесь получил. Такое бывает у нас даже в этой жизни. Некоторые копят для того, чтобы поехать на курорт, и накопив, они оказываются в этом райском состоянии, у моря, на фруктах и так далее. А некоторые не могут накопить, прямо здесь все тратят. Ну, и поэтому никуда не ездят, и поэтому у них та жизнь, в которой они живут, унывают и так далее. Вот, каждый свою жизнь заслужил. Но, а как же выглядит оно, это Царствие Небесное? И давайте мы тогда начнем, можно так сказать, с конца, то есть с высшего достижения, которое человек во время своей жизни получает. Вот, это из жизни он переходит в жизнь. Праведники смерти не имут. У нас так сказано в апостоле. Они сразу после успения становятся живыми в другом теле и в другом состоянии, хотя разные обсуждения, а как они при этом могут выглядеть, как они при этом мыслят, что они знают, оно по-разному их представляет. Но, в общем-то, когда к вам во сне приходят или наяву какие-то святые, это их возможности. У некоторых святых, у таких, как тот же Николай Чудотворец, или у больших святых, есть возможность воплощаться. У пресвятой Богородицы большая возможность воплощаться. Она может еще приходить и воплощаться. У некоторых есть возможность сниться. Если они становятся святыми, можно так сказать, семейными, которые попекают ваш род, то им будет дана возможность какой-нибудь бабушке, дедушке сниться вам или внукам вашим. И через это, в общем, тоже вас научать. Зато других они не будут попекать. У них нет возможности. То есть вот эта разница в возможностях, которые получают праведники, заключается тоже в том, насколько здесь они людей попекали, любили, или сколько людей здесь на них надеялись. выглядит Царствие Небесное. Надо прямо сразу сказать – красиво. То есть это вот общие, можно так сказать, характеризации Царствия Небесного. И здесь есть разные мнения или толкования. Одни говорят, что это будет самое красивое место, которое вы на Земле видели. Вот вы, можно так сказать, окажетесь в Нём, и в Нём существу, и вам будет радостно. Именно так будет радостно, как было тогда. Да, у меня интересный такой есть опыт, когда я где-то у психотерапевта, что ли, или когда обучался психологии. По-моему, когда обучался, я же психолог профессиональный ещё. Вот там был такой опыт, и сказали, вы представьте самое любимое своё место или состояние, которое у вас в этом месте было, которое у вас было на Земле. И, как ни странно, мне возникло такое поле, тёплая дорога, я иду босиком, топаю по пыли, птички поют, кузнечики стрекочут. Вот такое состояние. И с тех пор, как я только не пытаюсь представить Царство Небесное, у меня вот это состояние и вот эта картина образуется. Ну вот, видимо, те, кто изучал святые и на своём опыте пытался познать, а какое же будет Царствие Небесное, например, вот такое увидели. И они всем рекомендуют, что запоминайте те места, которые вы бываете, осознавайте, какие они у вас хороши, почаще вспоминайте эти места, и, вспоминая, вы будете в том числе получать благодать и вселяться в это место. И когда произойдёт смерть, или Успение у нас называется, вы в этом месте окажетесь. Вот теперь можете каждый представить, что это за место, потому что у каждого есть такое любимое место. Хотя у меня, конечно, много нашлось мест. И пруд, на котором я жил, и чердак, на котором я книжки читал у бабушки. Ну, замечательных мест на самом деле много. Так вот, замечательные места, тоже интересная вещь, есть мнение, что из них и будет состоять Царствие Небесное. То есть, не в одном месте вы как-то будете существовать, но образуется такая земля и такая жизнь, или такая планета, которую вы представите, которая вам нравится, и будет везде рай. То есть, вот вы туда, ну, вот я сколько мест проехал, там Черное море, Крым, Кавказ. Значит, ну, если из этого, из моих любимых мест создать такую страну, я скажу, что она, конечно, будет хорошая, красивая. Я не знаю, какие места из того, что я видел, стоит исключить из этой. Ну, у меня, например, и Москва любимая. Тогда что получается? И Москва может быть там по этой теории в этом Царстве Небесном. Вот такое есть мнение. Есть мнение, что мы же в ангельском чину окажемся. Дионисия Репагита мы с вами читали, и поэтому все возможности ангельского чина у нас появляются. И как ангелы могут сейчас видеть, грубо говоря, Землю сверху, в целом ее, без времени, без пространства. То есть, вот, нет, время у ангелов есть, это у Бога нет. Ангелы тоже, в общем-то, тварные и с тонкой материи существа, но они тоже тварные. Это Бог только нетварный. У него нет времени. У ангелов есть времени, есть пространство, в котором они могут находиться. Но у них безграничные возможности. Они, ну, грубо говоря, от планеты до планеты могут моментально перемещаться. Способом мысли перемещаются ангелы. Вот они сейчас, я, скажем, позову, что ангел, хранитель, приходи сюда. Он сразу здесь. А кто-то его еще позвал, Михаилов же много, он через мгновение и там. А может быть, и в разных местах сразу одновременно эти возможности появляются и у святых. Того же Николая Чудотворца, например, сейчас, может быть, вызвали сразу несколько тысяч человек. Но молятся же по всему миру ему. Поэтому он может быть одновременно, как Дух Святой, грубо говоря, везде. Но у него есть определенная личность, тем не менее. Вот такое может быть состояние. В некоторых мнениях есть, что будут другие жители Царства и Небесного. Они встречать будут. Тоже есть такое. Мы тебя ждем, мы тебя встречаем. Или там сны бывают. Вот, встретили душу. И так далее. А есть мнение, что никого не будет. Будешь абсолютно одинокий, но так как у тебя есть общение с Богом, с ангелами, такое вот, у тебя от этого одиночества не будет, скуки. Скуку надо здесь научиться преодолевать в одиночестве. Для чего они и уходили в затвор святые, в пещеры и так далее. Если здесь перестаете, то там, оказавшись вот в таком одиночестве, вы не будете унывать, у вас будет радостное. Будет радостное отношение с Богом. Вот, с Богом. И последнее, мне тоже это импонирует, точка зрения, что Царствие Небесное приходит в человека. Царствие Небесное внутри вас есть, но вот так как батюшка Серафим учит, оно вселяется в человека, и человек начинает своим молитвами, своими действиями расширять это Царствие Небесное. И тогда вот это название Царствия Небесное, то есть мы с вами имеем в виду, ой, ой, как солнышко в глаза прыснуло, что это небеса какие-то, да, вот, то есть небесные, то есть к небу как-то относящиеся, а можно его посчитать, что это то место, где нет бесов, где нет бесов. Больше того, есть такое мнение, что не там, где их нет, они, в общем-то, могут быть везде, а там, где они не могут царствовать, не могут царствовать, то есть вот в нас святые насчитывают, я вам говорю всегда один святой, 12 тысяч бесов в человеке может быть, но если ты им не подчиняешься и сам своим телом и своим умом и душой и духом распоряжаешься, то это не их царствие, ты им не принадлежишь, они есть, а ты, грубо говоря, им недоступен, они ходят вокруг тебя, они живут внутри тебя, что-то такое свое имеют от тебя, ну, в нас вот, например, живет несколько тысяч различных бактерий, и вирусов несколько тысяч живет, ух, какая рыбина, вот это да, вот, сколько там рыбы живет, мы не видим, она там живет, а это другое просто существование, другая ипостась, как говорится, она не может здесь жить, мы не можем там, но зато она живет, как рыба в воде, а мы здесь на воздухе, как рыба в воде, поэтому, вот, когда вы владеете собой, и вы царь себе, своему духу, сердцу, уму, то это ваше царство небесное, но из него можно создавать ойкумену, то есть пространство, очищенное от влияния бесов, опять же, очистить от того, что их там не может быть, они же тоже бестелесные твари, они тоже везде могут существовать, хотя мы с вами считаем, вот, освятили дом, там бесов быть не может, крестики нарисовали, там бесов быть не может, они могут, но они боятся, они боятся крестов, боятся духа, больше того, дух святой их сдерживать может, они могут, но их силы там нет, а ад побежден, поэтому ойкумену можно создавать, начиная от своей семьи, от своей организации, считается, приход должен быть ойкуменой, то есть пространством, очищенным от царства бесов, раньше это начиналось с того, что вот храм есть, вот территория храма, вот у храма есть какие-то пространства, там лес, поле, и когда там работают, молятся, освящают, потом начинают дома вокруг храма строить, у нас дома, я вам показывал, раньше строились, все как храмина, назывался дом деревенский храмина, у него там есть такие куполочки под застрехами, как бы высвеченные, и все остальное, раньше обязательно и крестики там вырезались, ну, все делали, и тогда что, айкумена расширяется на дома живущих рядом с храмом, и в храмах живут люди, которые не подчиняются бесам, святые люди, вы скажете, может такое быть, а я думаю, что раньше было это очень серьезно, и действительно в доме, ой, и там, скажем, в деревне или в поселении очень следили, чтобы все люди, кто здесь живет, такого святаго вида были, чтобы они все причащались, они все вместе ходили, молились, они вместе работали, это же дало возможность в 14 веке на Руси представить, что всю Русь можно сделать святой, и будет святая Русь, что значит святая Русь, а это вот царствие небесное на земле, айкумена из святых людей, вы скажете, не может быть такого, может, потому что да, плохие люди могут быть, но их царство под руководством сатаны начинается тогда, когда они действительно могут руководить, когда захватывают вот некую власть, а если в городе люди благородные, верующие, религиозные, как вот я здесь, например, есть, я вам неоднократно вспоминал такое путешествие по русским проселочным дорогам Дмитрия Потаповича Шелихова в 1840 году написанная работа, где он от Петербурга проехал вот до Нижнего Ландиха, нет, он до Пуриха даже доехал, но он был в Нижнем Ландихе, пестяки описывает, сильно описывает, много описывает, так он описывает эти места как святость, он рассказывает, как с утра купцы собираются у главы, один глава на весь город, и один ну можно так сказать полицейский тогда был на весь город, он же и судья и все остальное, и как они с утра решают все дела, сидя за столом, выпивая чарочку за царя белого, за Бога, за Богоматерь, как они дела решают качественно, как приходит занимать у него какой-то крестьянин, как уж он его там бестулупный что ли, ну в общем не очень богатый, у Богаткова вот были такие у нас, они строили вот эту церковь, Прохорова, Богаткова, очень знаменитые купцы, и Богатков ему раз и дает 10 тысяч рублей, жуткие деньги, на какое-то развитие, этот его Шелихов спрашивает, как вы даете деньги человеку значит местному, он говорит, не, он не местный, он вообще там из-под Пуриха, как, а как же вы ему даете эти деньги, и даже без росписи, а, говорит, при чем тут роспись, он не умеет расписываться, какая мне смысл от его росписи, у крестики ставили, вот, а если, говорит, он не отдаст, отдаст, говорит, родственники отдадут, а если он умрет, все равно отдадут, то есть они по-честному дают, слово честное было главной подписью, и они верят, потому что вокруг вот такие благородные, а если, говорит, не отдадут, ну, если не отдадут, то нет им больше жизни на этих территориях, ну, никто с ними делать ничего не будет, и вот таким образом формировалась эта праведность, опять же, мне описывает один учитель истории, который здесь еще в старый храм в молодости, в детстве походил, можно так сказать, говорит, 70 певцов мужчин было, если какой-то купец не приходил в воскресенье на литургию, там, например, булочник или молочник, у него всю неделю не будут покупать ни булки, ни молоко, он нечистый, а причаститься, поэтому вот храм-то огромный, там тысяча человек стоит, говорит, полные храмы были, 70 певцов мужской хор, 70 певиц, женский хор, и каждый, говорит, в воскресенье полный храм. О, какая святая-то, как говорится, Русь, вот что такое Айкумена, и в принципе вот это и есть образ Царства Небесного, то есть таким образом люди начинают жить, как только в них вошел Дух Святый, они стяжали Духа Святаго, так они сразу живут в Царстве Небесном, становятся Царствия Небесного жители, при этом здесь еще есть возможность покаяться, если ты вдруг согрешил, даже если ты житель, уже действуешь, как житель Царства Небесного что-то сделал, здесь прекрасная возможность вернуться опять в свое прежнее чистое состояние, там все, смерть закроет все, все, смерть произойдет, вот здесь все, ты уже не покаяться, ничего не можешь, не измениться не можешь, в каком я тебя состоянии застав, в таком ты и будешь дальше, вот так у нас Евангелие говорит, причем будешь-то обязательно у нас-то те, кто захотел покреститься, получили жизнь вечную, вы знаете, что вы сами заключили этот договор на жизнь вечную, и его отменить невозможно, крещение, не, вы можете сказать, я не знал, я думал, что только в воде искупаюсь там, маслицем, да еще чем-то меня вкусным покормят, ничего подобного, вы должны были осознать, что вы заключаете договор на жизнь вечную, но этот договор после учебы на этой земле будет Богом исполнен в том, как говорится, состояние, которое вы заслуживаете, то есть вы поступили учиться в институт, одни учатся на отлично, им дадут красные дипломы и направят в хорошее место работать, другие, значит, учатся так себе, и я вас уверяю, такие вот так себе они всю жизнь на так себе работах и работают, а другие вообще не учатся, болтаются, значит, ничего не делают, так они и там ничего не получат, некто и дипломы не получат, и дальше живут всю жизнь, если не осознают, что делать, дальше живут, ну, это и такой образ-то, понимаете, здесь-то такой образ не совсем применим, потому что это мирская, вот эти все учебы и так далее, там они очень много завязаны на мирских потребностях, здесь, в Царстве Небесном, договоры не разрываются и никто никого не обманывает, не обманывает, вы все, вы решили, получили крещение, после крещения и Господь вам дает все, что вам нужно, чтобы жить достаточно, достаточно, другое дело, что вы хотите большего, вот, на то, чтобы достичь Царства Небесного, вам Господь все даст, все, но я вам скажу, для этого много и не надо, это точно, нужно в душе иметь любовь, мир, спокойствие, смирение, вот что обозначает Царствие Небесное, так что стремитесь и помните последнее, что Царствие Небесное красиво, красиво, там всегда красиво, если там вот красиво, как сейчас здесь у меня, то, ну, я считаю, что вот это и есть уже Царствие Небесное, самое интересное, что есть и такая версия, что мы, умирая, не понимаем, что мы перешли в новое измерение, есть такая, в иудаизме, умирая, человек сразу, грубо говоря, засыпает и рождается в другом человеке, это не Сансара, не, а просто рождается в другом человеке, по Сансаре там другое, и вот он, кстати, вот это некоторые могут объяснить, я помню жизни, там некоторые говорят, причем чаще всего начинают говорить, я помню, как я был князем, там, каким-то, или был каким-то купцом, там, или еще что-то, вот никто не помнит, как он был индийским йогом, или индийским махатмой, там, кем, и левайшей, а то и шудрой, который таскает за собой тележки, нет, все время вспомнят какое-то вот такое особое, это ты был евреем, евреем, это твоя прошлая еврейская жизнь, тебе вспоминается, ну, евреи, князья бывают, и все, много сейчас у нас, и у нас сейчас много евреев, в тех должностях, и в тех видах, которые мы представляем иногда как русские, вот так, так что каждому свое, как говорится, уж что вы заслужите, как вы, где вы будете, от вас зависит, только от вас, вот это, да, вот это совсем надо четко запомнить, что где я буду, зависит только от меня, вот так, все, здоровья, всем радости, аминь, улет, они, об от rien, дыры, это их, crowdsphm, тоже, вы, Graе, и, Продолжение следует...